В Ханки-Анди продолжает работу пункт приема граждан, где организована горячая линия по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. Их поиск осуществляется российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста, Азербайджанской и Армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы. Всего за помощью в пункт приема граждан обратилось более 2320 человек, в том числе 575 по телефону горячей линии. Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло уже более двух месяцев, тем не менее в Армении продолжают скрывать или сознательно занижать в разы количество погибших армянских военнослужащих. По словам вице-премьера Армении Тиграна Виняна, число погибших в Карабахе армянских военнослужащих не превышает 4000. Еще в середине ноября 2020 года экс-посол Армении в вытекании Микаэл Миносян сообщил, что службы национальной безопасности и Минобороны доложили премьер-министру Николу Пашиняну, что к моменту окончания войны в армянской армии было 4750 подтвержденных смертей. Эту же цифру в декабре озвучила супруга премьер-министра Анна Копян. Это означает, что власти Армении еще в декабре располагали данными о гибели 4750 военнослужащих. Цифра в 4750 погибших военнослужащих была озвучена Миносянам сразу после войны, когда еще на освобожденных территориях даже не начались поисково-спасательные работы. Тогда в генштабе вооруженных сил Армении царили паника и неразбериха, а в моргах скопилось 1400 тел и останков, которые еще предстояло определить по ДНК. С начала поисковых работ в зоне недавних боевых действий были обнаружены тела и останки 1247 армянских военных. Таким образом, даже если взять за основу эти цифры, 4750 по первым данным, плюс 1400 в моргах, плюс 1247 обнаруженных тел, то в итоге получится 7397, то есть почти в два раза больше, чем озвучил вице-премьер Армении. А лидер партии «Одна Армения» Артур Газинян озвучил цифру в 6000. Именно столько армянских военнослужащих, по его предварительным данным, погибло во второй Карабахской войне. А к российским миротворцам обратились 2320 человек, чьи сыновья военнослужащие армянской армии до сих пор числятся пропавшими без вести. Но и это еще не все. В моргах Армении до сих пор хранятся останки 766 военнослужащих, которые пока никак не удается идентифицировать. Продолжаются поисковые работы на освобожденных территориях, где ежедневно находят новые тела, а родители ежедневно штурмуют воинские части и Минобороны в надежде узнать хоть что-то о судьбе своих детей, о которых нет никаких сведений. Таким образом, количество погибших армянских военнослужащих возможно увеличится. Редактор субтитров А.Семкин